Всем привет дорогие друзья! Мы уже в Диарбаккере, все уставшие ехали час из Мардина, билет стоит 30 лир на двоих, отправляемся в наш отель и после этого пойдем гулять по ночному Диарбаккере. Очень сильно проголодавшись после дороги из Мардина, мы пришли в кафе, кстати остановились мы в историческом районе, приехали мы в Диарбаккере, я уже говорила, а Эйхана заболела очень сильно голова из-за того, что он не пил много чая сегодня и мы ему купили вот такую вот штуку в шоке от головной боли. Кстати покажу вам сейчас, как эта штука выглядит, вот таким вот образом эта штука выглядит, продается в шоке, стоит 4 лиры и там две штучки, но это как пластырь такой, охлаждающий пластырь. В общем посмотрите какой нам накрыли стол, потрясающе, Эйхана принесли настоящий Айран, в общем сейчас кушаем и идем смотреть ночной Диарбаккер. Всем кто кушает, верного аппетита. А здесь рай для сладкоежек и вот такой вот кадаип. Также в Диарбаккере, как и в других городах, как Мардин, Газиантеп можно приобрести вот такие вот потрясающие вещи из металла, алюминий, сталь, уникальные красивые вещи для дома и подарок. Вот одна из традиционных мечетей для Газиантепа, видите здесь особый камень, темный и светлый камень и эта мечеть отреставрирована, но была построена в 14 веке. В центре Диарбаккера, в его исторической части есть вот такая вот пешеходная улица, где очень много магазинов, различных кафе, ресторанов, очень много вот приезжих продавцов, которые приезжают только вечером. В общем, очень интересно и колоритно. И кстати, если говорить про людей, то люди, женщины особенно, все одеты по-разному. Ну и на самом деле больше я видела женщин, которые одеты в современную одежду. Ну и вот. Вот Айхан уже у нас с Кисибернаш. Которые одеты в открытую одежду, в футболки, брючки, рубашки. В общем, народ здесь современный, классный, поэтому не бойтесь, приезжайте обязательно сюда. Здесь также расположен старый Хан. Айхан, конечно же, делает селфи, но у него липучка на голове от головной боли. И вот так вот выглядит старый Хан. Чуть позже вы увидите его днем, когда мы придем сюда днем. Но вечером он выглядит вот таким вот образом. Очень много народу. И здесь расположено одно большое кафе и много-много сувенирных лавочек. Вот такая вот крутая лестница. Посмотрите, лестницы прям протоптаны уже, я не знаю, десятилетиями, наверное. Ведет на самый верх, на второй этаж. И здесь, наверное, еще есть и третий этаж. И вот такие вот красивые кафе здесь расположены. И на сам Хан, посмотрите, открывается вот такой вот вид со второго балкона. Помимо того, что вы можете посидеть вот здесь, есть еще вот такие вот тайные комнаты. Посмотрите, какая красота. Тайные комнаты для большой компании. Ой, очень классно. А потолок какой потрясающий. Есть еще вот такая вот комната. И здесь тоже. Смотрите, какой потолок. Ну, а сейчас спускаемся вниз вот по такой вот очень крутой лестнице. Ну, а внизу под Ханом расположено еще вот такое вот кафе, где в основном кушают завтраки. Друзья, очень интересно, конечно, здесь архитектура. Всего два часа езды от Мардина в Диарбакыр. Ну, посмотрите, какая здесь совершенно другая атмосфера. А еще в Диарбакыре вот такие интересные такси. Белые с желтым. Ну, а сейчас мы находимся на центральной площади. И здесь также расположены старинные дома Диарбакыра. И заканчиваем мы свой вечер в Диарбакыре, конечно же, в старом городе за стаканчиком турецкого чая. Всем приятного аппетита, кто пьет чай. Ну, а далее вы увидите Диарбакыр уже при дневном свете и все красоты этого города. Вкусно? 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 Айхан без чая это не Айхан. Чай вкусно. Вкусно? Хорошим. Вкусно? Вкусно? Вкусно. и потом отправляемся на вокзал. 8 часов утра, улицы Диар-Бакыра еще пустые. И вот вы слышите, колокольчики звенят. И, наверное, за мной, видите, мужчина сидит и продает знаменитый щербет в Газиантепе. Таким вот образом также продают мальчики-семиты. Отличаются ли они от наших холонийских? Это вы можете приехать и попробовать сами уже. Но на улицах, конечно же, сейчас пусто, потому что 8 часов утра народа нет. Но вы видели чуть ранее, сколько народа было вечером. Вот на таких телегах продавцы привозят для завтрака различные овощи и зелень. И сейчас мы с Аемей днем идем в Хан, в Хасан-Паша-Хан, в котором мы были вчера вечером. Вот там вот уже накрывают завтрак, а днем Хан выглядит совершенно по-другому. Магазинчики еще закрыты, но люди уже завтракают, потому что с 6 утра здесь накрывают завтрак. Красиво! Вот такая вот она традиционная архитектура в Диар-Бакыре. Центральная площадь старого города в Диар-Бакыре. И еще раз покажу вам пример архитектуры, который типичен здесь. Это вот здание из темного и светлого камня. Очень простые на первый взгляд, но очень такие колоритные. очень много кафе, где подают традиционный турецкий завтрак. Ну и, конечно же, куда на востоке без таких маленьких улочек, где сосредоточены и мастерские, и кафе, и маленькие чайные, и магазинчики. А сейчас мы входим в одну из центральных мечетей. Помните, в прошлом видео я показывала вам Мардин? Все было построено там из более светлого такого яркого камня песочного цвета. А здесь построено из такого темного камня. коллегиви похоже на крепость. Как крепость, мечеть как крепость. Видите, напоминает. Наверное, из-за вот этих массивных камней темного цвета складывается такое ощущение. Очень, конечно, величественное здание. В общем, друзья, если вы хотите увидеть всю эту красоту, вам обязательно нужно ехать сюда самим. Потому что по-другому никак. видео я вряд ли могу передать вам всю вот эту атмосферу. А доехать сюда очень просто. От Анкары идет прямой поезд до Диар-Бакыра, который занимает всего 24 часа примерно. И стоит билет 100 лир. Вот непосредственно на этом поезде через пару часов мы поедем обратно в Анкару. Кто не смотрел предыдущее видео про турецкие поезда, про наш поезд, все ссылки в описании. Посмотрите, очень красиво мечеть, нельзя говорить громко, друзья, поэтому посмотрите, какой здесь невероятно красивый потолок. Ну и сама мечеть выглядит вот таким вот образом. Эта мечеть была построена в 600 веке нашей эры и представляете, это первая построенная в Анатолии мечеть, первая мечеть в Анатолии. Очень монументальное сооружение. И посмотрите, каким образом они подгоняли камни, каким образом все выложено. в Анатолии мы находимся на старых улочках Газиантепа и здесь есть музей. Такой вот неприметный вход, друзья, но когда вы заходите, вы видите вот такую просто неописуемую красоту. Здесь одновременно и музей, и кафе. в общем очень хорошо все отреставрировано. Невероятно красивый дворик и парк. Ну и конечно же опять пример традиционных домов для Диарбакыра вот таких вот каменных. с такой вот резьбой по металлу. Давайте же посмотрим как выглядит этот дом изнутри. Здесь жил один из самых известных турецких писателей. Ну в этом доме конечно же много этажей. точнее есть подвал. Есть еще второй этаж. Но к сожалению они закрыты и мы можем с вами только увидеть как выглядел первый этаж. Все выполнено в таком темном камне. Вот здесь скорее всего был вход на второй этаж. Но он к сожалению закрыт. Но несмотря на это мы все равно имеем с вами представление как выглядели эти дома изнутри. Этот район называется Сур. Это район Сур. И здесь расположены вот такие вот старые старые дома построенные дома. хан говорит, что построены в 1600-1700 годах вот эти дома были построены и до сих пор здесь проживают люди здесь находятся различные организации здесь расположены кафе отели этот райончик не очень большой его можно пройти буквально я не знаю за две минуты вот например один вход в один из таких традиционных домов ну а дальше идут уже самые обычные постройки еще одна мечеть про которую я вам рассказывала вчера вот с таким вот тоже интересным расписным потолком и прямо около мечети уже с утра многочисленные продавцы продают фрукты различные ну и конечно же чистильщики обуви если хотите почистить обувь можно почистить обувь радуга радуга здесь здесь улица друзья и мы увидели радугу это тоже к счастью вот так вот моют улицы Турции и в Диарбакыре Сур-Беледей сейчас мы находимся в историческом районе Сур и как вы видите проходим мимо остатков крепостных стен Диарбакыра ну и вот так вот выглядит вход в саму крепость торговцы уже здесь раскладывают свои товары ну а мы вошли через дворцовые ворота наверное самое главное ворота и можно подняться наверх по лестнице и увидеть весь район в крепости расположено большое количество традиционных зданий здесь и административные здания и музеи и галереи и мастерские вот таким вот образом они выглядят на фотографиях вход стоит в этот комплекс 5 лир и здесь небольшая площадь вот эти вот все здания можно вот так вот по кругу обойти и посмотреть как я уже говорила традиционную архитектуру для Диарбакыра ну и узнать больше о истории и вообще об этом вот такие вот мощные башни окружают крепость Диарбакыра в одном из зданий точнее в этом археологическом музее представлены артефакты которые были обнаружены при археологических раскопках в Диарбакыре но больше всего мне конечно же здесь интересна и архитектура самого вот этого здания церковь святого Джорджа тоже хорошо сохранившееся интересное интересное здание которое можно посетить в этом историческом комплексе крепости Диарбакыра но самый большой интерес для меня представляют здесь это вот эти вот три здания скорее четыре и первое это традиционное тоже для Диарбакыра архитектурное здание это кафе и в общем кафе в котором находится музей одно из красивейших зданий вот этой вот местной архитектуры в Диарбакыре такое вот интересное яркое кафе такое вот яркое красивое кафе расположено здесь точнее не кафе а внутри традиционного такого дома расположено кафе в археологическом музее представлено огромное количество артефактов и просто скажу вам что вот эта внутренняя крепость которая мы сейчас находим датируется шестым веком до и двадцатом веком нашей эры но все основные артефакты были которые найдены принадлежат шестому пятому веку до нашей эры ну и как я вам уже сказала меня здесь больше всего интересует непосредственно архитектура самого здания и вот эти вот не знаю даже как объяснить такие вот видите посмотрите какой камень он такой немножко пористый и здесь летом прохладно зимой не жарко как они прям все состыковали ну естественно эти здания все отреставрированные но все равно архитектура просто уникажная друзья на такой прекрасной ноте посетив исторические достопримечательности Диарбакэра мы с вами прощаемся с Эйханом в одной из кафешек мы пьем чай и потом отправляемся на вокзал и уже едем в Анкару в Анкару в Анкару и уже едем в Анкару ну а на сегодня всем всего хорошего надеюсь понравилось это видео пишите комментарии подписывайтесь на канал кто не подписан потому что будет еще много всего интересного ну а на сегодня всем пока-пока 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 Субтитры подогнал «Симон»